Уже третий год в Развилковской средней школе работает клуб «Юный журналист». На очередном занятии руководитель клуба Ирина Чугина ставит боевую задачу сделать газету, посвященную одному из ближайших праздников. Татьяна День или День студентов. Итак, внимание, мы распределяемся на группы. В конце мы должны сделать газету с названием «Татьяна День». Ребята, занимающиеся в кружке, уже имеют солидный опыт работы в газетном деле. Причем не только на любительском, но и на вполне профессиональном уровне. Мы сотрудничаем с местной газетой «Наши соседи». Постоянно мы пишем заметки о наших мероприятиях. Это экскурсии, это поездки, это что происходит у нас. Одну из свежих заметок, опубликованных в Развилковской газете, можно увидеть здесь же на стенде. Так что пока одни ученики на переменах бегают друг за другом, эти ребята ведут настоящую охоту за новостями. Развилковское поселение, конечно, не очень большое в сравнении с крупными городами России, но и здесь происходит немало событий. А там, где что-то происходит, всегда найдется корреспондент, пусть даже начинающий. И именно благодаря ему местные жители всегда в курсе последних новостей. А в клубе кипит работа. Весь коллектив редакции разбит на группы. У каждой свое задание. Кто-то браздит интернет в поиске информации об истории праздника, кто-то занят предварительной версткой и заголовком, а кто-то берет интервью у одноклассников. Я работаю в третьей группе. У меня особое задание спрашивать у всех, кто учится в 3СМГ, спрашивать, кто у них есть в родне Татьяны. Спорится работой за ноутбуками. Стоит отметить, что здесь ребята изучают не только теоретические основы журналистики, но и ее техническую составляющую. Каждый из них уже неплохо разбирается в необходимых компьютерных программах. Тут еще совмещен кружок «Компьютерная долина», где мы учимся делать презентации. Прошлый урок у нас был, мы нам рассказывали, как делать презентацию по шагам. Ворты, пауэрпоинт. В случае необходимости на помощь юным журналистам всегда придет руководитель. Правда, и в этом случае процесс не теряет своего образовательного смысла. Документ открывается. Дальше, мальчишки. Дальше файл. Я русский язык понимаю. Файл дальше. Дальше распечатать. Печатать. Распечатанные листы с текстом тут же отправляются верстальщикам, которые клеят их в макет газеты. Конечно, от идеала пока далеко, но именно эстетический внешний вид издания для многих является очень важной вещью. Что, на твой взгляд, самое сложное в профессии журналиста? Ну, печатать все, картинки туда ставить всякое. И надо все так красиво делать, чтобы ничего криво не сделалось. Конечно, большинство этих мальчишек и девчонок вряд ли станут журналистами. Но, по мнению руководителя кружка, главное, чтобы дети умели искать и систематизировать информацию, а также доносить ее до других. Мы пишем в конце четвертого класса всероссийскую проверочную работу. Там есть пункт на работа с данными, работа с информацией. И мои ребята, я уверена, справятся на все сто, потому что они знают, конкретно им ставится цель, они знают, как ее преодолеть. День российской печати отмечается 13 января, потому что в 1703 году в этот день вышел первый номер первой российской газеты «Ведомости». И эти ребята справляют его за привычной работой, делая свое маленькое, но такое важное дело. С днем печати! Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.